В одном из пятиных заведений города произошел конфликт. Под действием алкоголя двое мужчин решили выяснить отношения. Померятся с силами, вышли на улицу. В ходе потасовки один украл у другого телефон стоимостью в 8 тысяч рублей и скрылся. Лицо установлено. Гражданин М. Житель Сарова, около 30 лет. Ранний судимый. В этом случае злоумышленник найден и телефон вернули хозяину. А вот владельцу магазина запчастей по улице Академика Харитона повезло намного меньше. У него украли металлический сейф, в котором находилось около 100 тысяч рублей. Там магазин состоит из нескольких помещений. Хозяин ушел ненадолго, продавец находился в дальнем помещении. Неустановленное лицо просто взял этот металлический сейф и вышел вместе с ним. Пока еще лицо не установлено, устанавливается. На дорогах произошло 11 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, в двух из которых пострадали люди. Одно из них произошло на улице Силкина. Водитель автомобиля совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу. У нее был диагностирован ушиб мягких тканей, ушиб позвоночника, сотрясение головного мозга. В настоящее время возможно обнести на расследование. По его результатам будет принято окончательное решение. Еще одно ДТП произошло на улице Московская. Неустановленный водитель, двигаясь по стоянке у магазина «Севен», совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения. После осмотра медиками была отпущена. Сотрудники полиции убедительно просят всех неравнодушных граждан, которые стали свидетелями ДТП, оказать содействие в поисках нарушителя. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.